всем привет ребят добро пожаловать на дуэльный турнир сегодня начинаем смотреть второй раунд и начнем мы с матчей артикуля и раша котик от подписчика красивый кстати значит первый матч был на карте рохан 2 кстати редко используется это типа вычищенная версия тут нет постов есть таверны и тролль варки ну то есть такая маленькая карта для быстрых дуэлик за гондор играет раше старт фаст барак принципе довольно таки неплохая темка тут можно забрать два легких крипа много денег получить артикуль играется на юга дай на за артедайн также ставится фастбарак только вот что там они одинаково у них окей и артикуль тоже крепить хочет по всей видимости но ему надо сначала забирать тролля походу решил ферму поставить ну по идее пока копейщики добегут а надо строиться тут серьезно в общем хорошо играет mind games он надеялся видимо что противник крепит тролля и он мечников отправил чтобы ему помешать но увы увы артикуль выбрал более безопасный крип вот как бы логично хотя может я ошибаюсь может раша просто рашить собирается но не не нифига он прочекал тролля тут ничего нет надо было бежать сюда и он бежит сюда тоже и видимо артикуль понял что упси проблемки могут быть не не понял я думал он пойдет открыть он хочет тролля забрать но не получится раша немножечко обкекался видимо не смотрел сейчас туда бегает за рабочим и можно забрать ферму легко варчан сдает эта ошибка никто ему не помешает он видел что там копия варчан сдавать не обязательно артикуль еще и 90 копеек забрал с фермы а вот варчант можно было бы сдать сюда чтобы несмотря на вот этих вот ребят забрать ферму теперь он не сможет ее забрать артикуль добавляет барак чтобы лучников строить и все хорошо понял что но как бы набрудил в панталоны тем временем тут стычка прожал молодец варк выбежал немножко про коцал артикуля несмотря на то что тут преимущество у артикуля пока что выигрывает раша потому что его солдаты сильнее и варк покоцал но артикуль отдал варчант и в итоге как бы сдерживает напор гондорских пацанов я на его месте не не сносил бы сейчас этот крип а то есть риск что раша сворует раша решил отступить чтобы не рисковать также уходит отсюда также забирает крип и дает подкрепление на право но или наверх но на право наверх артикуль все еще надеется забрать тролля он увидел кажется а ему немножечко не повезло он не рассчитал расстояние и не получилось забайтить чтоб тролль по копиям побежал надо бы отступать да это большой риск ой 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 очень добавляется лучники артикуль хочет этого тролля забрать артикуль подкреп отдал эти мечники уже сильнее чем гондорцы причем причем намного но роше забирает копейщиков в принципе можно отваливать отсюда я бы на его месте не сражался ой 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 еще и под о как не повезло то но все они уже не уйдут но может ему повезет и артикуль немного потеряет вроде да да артикуль потерял почти что весь отряд мечников плюс те копейщики так что размен более-менее адекватный но ему удалось строля забатить он его убил и крип будет его тем временем небольшие стычки с этой стороны а здесь артикуль выигрывает и причем даже здесь лучники в ближнем бою не потащат хорошо вы не успевает на обе на оба фланга отправлять подкреп и на то есть тут у него поражение и наверное лучше бы сюда отправить но он он знает что тут как бы есть цель важная хочет успеть везде я думаю что он не успеет в итоге не там не там артикуль забирает деньги на эти мечники ну хотя нет знаете лучники их убивают пока копья танчат на самом деле даже можно оставаться почти весь отряд сдох в итоге копейщиков перебет зря раши отступил вот а здесь что артикуль добавил лучников хоббит смог своровать сотку невыгодно хоббит стоит 200 монет и он погибает да и мы видим раннего дэнатора и фонтан я считаю что учитывая что раши здесь ну не то чтобы проиграл типа вот ну не будем считать тот размен с лукарями копейщиками до этого его мечники нормально разменялись вот нужно было признать что все типа как бы тролля ты уже не заберешь тем более с левой стороны ситуация не очень хорошая бросить все войска налево в надежде забрать крип и в итоге они бы с артикулем поровну поделились и чувствовал бы себя раши хорошо а теперь получается что артикуль забрал 900 монет при том что разменялся примерно одинаково то есть у него явное большое преимущество ну хз посмотрим как раша будет дальше играть видим конницу вот это как раз такие вот эти деньги превратились в конницу повезло немного раши артикуль не обратил внимание что проехал по копьям и почти весь отряд погибает но это не проблема он поставит фонтан я думаю он уже едет его ставить потому что конь да потому что это конница со сносом конюшни но только отряд нет вру вру вот она не сносил может второй отряд добавит карта очень маленькая не уверен что много конницы пойдет здесь но это не то чтобы прям плохо было какая-то большая ошибка но я бы лично снос сделал мы посмотрим но он потерял преимущество неожиданности тем не менее он все еще может надеяться на ошибку своего оппонента и добавить отрядик 2 конницы чтобы легче можно было давить на раши отправляется наверх здесь артикуль караулит не знаю зачем ему метать или лосотки не нужны забирает халяванную ферму раши артикуль готов сражаться у него больше бечников а у раши больше лучников но ему надо нормально выстрелить войска потому что сейчас он но он конечно ферму хочет снести но он себя немного подставил так что ему придется отступить если он не хочет проигрывать конница чутка восстановилась и убивает пол отряда лучников но в целом не так уж эффективно как бы раша потом отступит и все будет нормально него он забирает копейщиков немного стреляет по конницы но вряд ли никто из них здесь ничего не получит раши отступил пробивается левый фланг но раша построил стражей белого древа которые очень прям хороши но конечно их терять желательно бы не терять вот хилку отдал кажется вы на вынужден было не очень дорого стоит но это это ошибочка раша у него были войска он чет немного протупил но ему удается спасти одного чела то есть хилка окупилась какой ценой у него были бы южные провинции которые дали бы ему огромное преимущество вот в этой сейчас стычки если бы он чуть ранее отвел стражей белого древа или же подвел подкрепление вот второй отряд был построен артикуль получил кровь предков но решил не сражаться здесь по причине того что у него не хватка лучников он вложился в карта на ему надо больше лукарей и его пачка потащит при помощи крови предков его мечники становятся сильнее чем мечники гондора стандартные и все его войска вне боя восстанавливают свое здоровье относительно быстро но с другой стороны эта обилка наверное в таком в таком сражении не очень хороша потому что артикуль не макрит из-за того что карта маленькая то есть ну тут негде просто забежать поэтому в основном сражение должно быть на одну линию и может быть это не так эффективно как ему хотелось бы может быть стоило взять хоббитов он закинул варчант и на конницу на пехоту надеялся подавить но у роше очень большая армия и мне кажется что он должен тащить эту стычку но ему не хватает немножечко микроконтроля он отправил копейщиков в одну сторону лучников в другую и артикулю удается чуть-чуть их продавить а значит выиграть себе немного территории для сражения вот но тем не менее у роше все еще армия выглядит посильнее просто без конницы но когда у тебя куча копейщиков то можно конницу не особо бояться и даже вот те лучники которых продавил артикуль они восстановят свою численность подумаешь артикуль пытается пробить здесь перехватывает таверну гондору кстати таверна была бы намного полезнее чем арнору потому что там мечники до ламрот которые намного вкуснее чем наверное даже эти я кстати не знаю кто выигрывает но в любом случае до ламротские пацаны очень хороши роше решает играть в вышку возможно это решение продиктовано тем что он просто потерял преимущество вот ранний раннего призыва южных провинций не то чтобы это прям вообще не работало позже но он решил видимо что пускай будет вышка сэкономит несколько очков а именно два тому же опять таки на маленькой карте вышка будет полезной потому что меньше территории которую можно покрыть а я напоминаю фишка этой обилки в том что она очень быстро откатывается вот меня подводят мои глаза артикуль вышку что ли не не понял это какая-то сейчас ошибка у него было его мечники били ферму а копейщики были выше били вышку и в итоге роше просто быстренько расстрелял его мечников но тут не получится макрить реально ну разве что с этой стороны нападать тем более роше на низкой эки играет у него почти что саплай блок у них одинаковые войска но напоминаю тут конница которая жрет в жух в жух в жух 80 очков командования то есть армия роше сильнее за счет того что у него нет конницы как бы странно это не звучало и артикулю не удается продушить конницы но зато артикулю удается поставить здесь типа как аванпост он качнул арафанта арафанта раздает лидерку на лучников но что-то мне подсказывает что все еще роше выигрывает эту стычку очень много урона получил берегонт я прям вспомнил я комментировал один из матчей первого тура где чел в раннего берегонта вышел это казалось глупо вот здесь ранний берегонт отличная идея потому что они сражаются возле построек и как только он 5 лава получит он призовет этих пацанов которые могут зарешать в сражении к тому же он через вышку играет то есть он может закинуть их прям ну там за лучников противника что вынудит артикуля отступать но кстати несмотря на то что артикуль проиграл стычку здесь он весьма успешно пропушил с этой стороны и возможно низкая эко для роше аукница есть очков артикуля через пять очков будет очень очень больно дороже проигрывает по прокачке весьма потому что он будет выходить в орлов а значит ему надо будет ждать дольше их получение да ну неужели отпустит отпустит какой фейл и там и стрела была и и вся пачка была сделать залп и он бы сдох рабочего правда убил и но это конечно удача улыбнулась раше но увы он не увидел эту улыбку он вынужден поставить я забыл где-то штука называется сторожевая башня отличное название вот это ради того чтобы получить очки командования дополнительные но в бою он уже потерял часть войск и сейчас конница заезжает весьма и весьма успешно почти что 15 очков есть добавляются стражи белого древа но не получается раше выстоять против артикуля он добавляет осадные видимо боится что эту застройку ему иначе не пробить но проблема не в застройке а в том что артикуль просто убил большие войск и сейчас призовет третий тир который зарешает снова ошибается артикуль со своим картой нам не знаю на кого он там по ходу он копейщиков на копейщиков кликнул они отошли он за ними побежал там сложно понять но это не проблема здесь харассит и можно пробить армию противника но пока что он немножечко отошел готовил мастерские походу ему денег не хватает может заказал воскрешение карта и на снес вышку что кстати тут 14 ну почти что 15 очков 3 очка еще нужно на самом деле если бы в левую ветку играл раше то он бы сейчас законтрил призыв артикуля и несмотря на то что артикуля все равно больше очков или не больше и ну так-то дополнительное погодите и не до у артикуля больше очков все верно но в любом случае это не особо бы повлияло на игру раше мог бы отбиться постели линда и серая компания почти что одинаковые обилки там может быть линда чутка сильнее будет но зато у серой компании два героя которые убьют кирдана и нормально все будет тем временем в артикуля огромная пачка лукарей и мне кажется что сейчас бы конница не помешала вызывается третий тир подкрепление из линдона и раше проигрывает этот матч у него слишком мало войск слишком мало копейщиков и он осознает что бежать некуда на самом деле если бы карта была побольше то игра бы продлилась еще минут 10 он бы смог бы пережить но увы здесь просто некуда бежать второй матч прошел на истфолге за гоблинов играет артикуль а раше снова за гондор фаст барак а тут нычка будет полагаю да он пошел ставить нычку и стартует с двух бараков похоже на стандарт раше за гоблина побежали мечники ну у гондора который знает что против него гоблин есть только одна адекватная тактика искать нычки что и делает раше нельзя крепить потому что гоблин слишком много всяких чизельских штук может вначале вытащить по типу захвата тролля по типу там двойного раша где ну вот он все деньги вкладывает ладно он не совсем так делать но хочет захватить сигналку обычно гоблин все деньги вкладывает в пачку которая проносит несколько ключевых и прям за ней снова через на и вылезает еще одна что очень сложно отбить поэтому надо снять надо найти нычку но артикуль не рискует он ставит на безопасничьих далеко далеко и раше не удается ее найти зато раше видит что на меду есть легкая добыча в виде отряда гоблинов артикуль посмотрел не крепит ли противник и увидел халяву но это не ошибка со стороны раше он поставил эту ферму для разведки на случай того если противник будет захватывать он хотя бы это увидит ему просто не повезло что артикуль решил также разведать и но по сути ферма падает за зря пытается ее спасти он не успеет перехватил мид гоблины поразбегались но такое впечатление что артикуль как-то неуверенно себя чувствует то есть 6 отрядов ждет еще два заказал на ему очков командования не хватит это слегка поздний раз правда у раша всего еще всего лишь один барак на 6 фермах но уже на 5 мне кажется это ошибка если вы ставите а он уже ставит 2 да это ошибочка медленно если вы играете через 4 фермы плюс барак то затем вы добавляете либо второй барак либо стрельбище либо конюшню с пятой фермой зависит от того какой у вас матчап один барак не играется только имла может через один барак играть это это типа не очень выгодно медленно войска будете подстраивать и сейчас раша себе убил старт он просто но ему нечем отбиваться он не успел построить войска и вот эти копейчики это тоже ошибка так как он не нашел нычки но он нашел одну но как бы может может он просто сам себя обманул тем что он не нашел нычки он подумал может гоблин крепит они они собирается рашить все-таки это медленная атака у артикуля она сработала вот и поэтому он добавил копейщиков типа ну мол почему мне тогда не закрепить имеет смысл но ему бы сейчас лучше конница бы зашла конечно ему все еще нужно помниться чтобы артикуль больше не атаковал так захват тролля и тут вопрос видит ли это раше кажется он побег пробежал мимо походу рабочий отсюда пробежал как они разминулись я не понимаю он тут одну нычку снес не повезло по ходу раше думает что тут тут без на безопасничек все как-то что он все разведал я не я не помню ни одного турнира где бы старт в ремонт зашел правда может он был когда-то но счет какие-то мемные тактики пошли буду здоров спасибо ему бы ворчант не помешал против тролля когда тролль будет его атаковать потому что дубинка как бы куда он делся а окей окей артикуль показал тролля то есть раша получил инфу почти что на халяву вроде он ну почти что на халяву типа а нет да 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 окей он не потерял отряд ладно и тут нычки нет снес обе на нафига брать ремонт он будет вынужден снова вышку играть либо перекачиваться тогда южных не будет он бы скоро в южные вышел опять-таки огромное преимущество в определенном моменте против противника лучшая ладно может не лучше но одна из лучших обилок второго кирову гондора и он ее не берет так здесь конница появилась раша испугался потому что гоблины затанчат тролль про и пролезет с дубинкой и перебьет всю пачку ему надо больше войск он них не строит такое впечатление что раша тельтану после первого матча потому что первый матч в принципе весьма неплохо был сыгран им просто артикуль сыграл лучше поэтому и выиграл но здесь чуть-чуть многовато ошибок было допущено войска не отправил обратно не заказал что же он заказал берегон до фармера берегон до ладно вышку ну на той карте вышка казалось неплохим решением здесь мне она не нравится тем более через ремонт если он сейчас соберется и сможет а вот почему он не отступал если он сможет камбэкнуть то норм принципе норм окей крип забрал но эти отряды он потеряет тут как бы ему не спастись и у него проблемы на базе который надо как-то решить но вышка помогла ему одну ферму спасти но она быстро откатывается сигналка это не его так что он сейчас может поставить еще в какую-нибудь точку берегон побежал а он все еще держится но тролли ох тролли сильно душат почти второй левел берегон еще один тролли отсюда уже лучники и мародеры появились он проигрывает стычку здесь придется башню походу где-то здесь ставить типа вот в этой точке минус рабочий продал ошибочки он решил здесь поставить она не задевает ферму от тролля тролль еще и уйдет он может ее снести если захочет ну зато он здесь смог пробиться но не похоже это на камбэк увы эки слишком мало 680 по одинаково по тавернам прокачка не такая жесткая у артикуля ладно я полагаю артикуль готовится в отравленные стрелы выходить маловато лукарей очень много войск с правой стороны подходит у него есть деньги у него нет денег и у него нет копейщиков чтобы адекватно этого тролля убить это конец игры походу все он решил вышку поставить это его уже не спасет здесь даже если крепа не упадет минус две ключевухи он видимо боится ремонт юзать потому что как бы но на крепу придется его тратить то есть барак падает барак падает и ключевая падает и еще одна но это правда не ключевая но не важно прокачиваться там сбегаются войска сверху гг я думаю это невозможно выиграть уже даже если он сейчас все все эти атаки отбивает у него остается голая база ничего нет 900 монет в кармане один рабочий один рабочий не успеет построить много реки то есть если он пятихатку потратит на рабочего то у него совсем мало денег и что в итоге кажется он потратил да ну это правильное решение в данной ситуации но он не сможет контактнуть так что давайте мы сэкономим немного вашего времени и просто промотаем две фермы барак артикулял очередные тролли 3 ну и конечно же апгрейд стрел берегон 4 левела но можно вот этого убить он не качественный артикуль вряд ли его восстановит кажется он даже не видит не видит уже гг походу мотаем да раша терпит поражение и артикуль проходит в третий тур спасибо за внимание всем пока а